Квартира на Тверском бульваре в 10 минутах от Кремля. Цена порядка 35 миллионов рублей. Теперь владелец может её потерять из-за незаконной перепланировки. Хозяина квартиры и рабочие соседи не видели уже пару недель. Дверь сейчас открыта и видно, что внутри в помещении успели снести все стены. А ещё заметно, что верхняя несущая балка сильно просела. А вот так выглядит квартира сверху. Из-за ремонта полы здесь провалились, стены в трещинах. Хозяйка в момент обвала была дома. Раздался совершенно неимоверный треск, грохот. И полка, которая висела над диваном, вот так вот за моей спиной, она упала просто буквально к моим ногам. Елена Николаевна успела выбежать. Вход огородили, вещи увезли на склад. В трёхкомнатной квартире в центре бывший киновед ВГИКа прожила полвека. Теперь с дочкой и двумя внуками вынуждена снимать маленькую однушку. Маленькая этажерка, на которой всё, что мне дорого, дедушкина. И кровать, которую я использую как стол. Никаких разрешений на перепланировку у проблемного соседа не было. Жильцы дома не раз жаловались на осыпающуюся штукатурку. Делали замечания рабочим. Всё бестолком. Он, не подумав ничего, он видел, какой потолок. Там видно, что сгнило. Он взял и снял все перегородки. Здание 19 века. Перекрытие деревянное. В таком доме, уверены эксперты, практически невозможно согласовать перепланировку. И уж тем более такую глобальную. Всё это ведёт к изменению нагрузок на несущие конструкции. Появляются трещины и дефекты, деформации различных несущих конструкций. Фасадных зданий, внутренних конструкций. Зачастую фундаменты не подлежат подобной нагрузке. Мост жил инспекции, хозяина квартиры всё же нашла. Ему дали полгода, чтобы за свой счёт он провёл капитальный ремонт. Он, к сожалению, этим временем не воспользовался. Уже просрочено предписание, ввиду того, что он его вовремя не исполнил. И мы подали на него исковое заявление в суд на продажу с торгов. Подобные судебные процессы проходят не быстро. Квартиру Елены Николаевны тем временем уже официально признали аварийной. Помочь в восстановлении обещали городские власти. Однако инженерам придётся поломать голову. Как отремонтировать пол и стены, чтобы не вызвать дальнейшего обрушения уже всего дома.